Добрый вечер, уважаемые виноградари, уважаемые заинтересованные лица, занимающиеся такой культурой, как виноград. Я благодарю вас, что вы нашли время поговорить об этой культуре. Я прошу вначале поставить плюсики, видно меня и слышно ли. Так, ну по большей части я вижу, да, есть плюсики. Я представлюсь, я занимаю пост заведующего отдела виноградарства, Национального научного центра Института виноградарства и виноделия имени Василия Егоровича Таирова. Значит, наш институт является ведущим учреждением, научным учреждением, которое ведет тематики по направлению виноградарства и виноделия. Итак, тема сегодняшнего вебинара, это, как вы видите на слайде, она будет посвящена такому актуальному вопросу, как обрезка винограда, поскольку сейчас тот период, когда виноград нужно обрезать и успеть это сделать, ну, так скажем, до конца марта, до того, как начнется сокодвижение или еще называют плач винограда. Ну, прежде чем начать, обратите внимание на слайд. Здесь показаны факторы, которые влияют на виноград. Ну, вот синим цветом выделены абиотические факторы, то есть это факторы природы, это и почва, это и рельеф участка, это самое большое влияние оказывают на виноград. Также на виноград оказывают влияние биотические факторы, это вредители, это болезни, это другие патогенные организмы и последняя группа факторов – это антропогены или человеческие факторы. Это самая такая маленькая группа таких факторов, которая может влиять на виноградные растения. Ну, прежде чем начинать обрезку, нужно понимать, что из себя представляет виноград и в каком он состоянии после перезимовки. Ну, здесь, если говорить о состоянии виноградников, то нужно знать и понимать, какой был предыдущий год по метеорологическим условиям. Ну, в таблице здесь показаны по нашим наблюдениям нашего института, на территории которого находится метеорологический пост и ведущий вот эти наблюдения за погодой. Ну, следует отметить, что предыдущий год, он отличался от среднемноголетних. В первую очередь следует выделить достаточно засушливые условия. То есть и при низкой влагообеспеченности. Если вы обратите внимание на пункт 7, здесь вот показатель гидротермический коэффициент 0.53. Ну, вот это вот значение по прошлому году, оно ближе к таким полупустынным условиям. Если этот коэффициент ниже, чем 0.4, то это, можно сказать, пустынные условия. Если он на уровне 0.5, то при таком соотношении тепла к осадкам, оно говорит о том, что недостаточно было растениям влаги. И растение без орошения, без поливов, испытывало очень серьезный такой стресс. И об этом многие хозяйства задавали такие вопросы. А что происходит с виноградом? Почему лоза не вызревает? Почему она наполовину осталась зеленая? Ну, вот это вот одно из таких основополагающих условий, которое вызвало вот такую ситуацию. Ну, надо сказать, что зима у нас мягкая. По нашему региону Одесской области минимальная температура была минус 8 градусов. Это довольно-таки комфортные условия для винограда. Такие температуры, они не вызвали гибель глазков и тем более повреждение древесины. То есть, виноград при таких зимних условиях хорошо сохранился и хорошо перезимовал. Надо сказать, что за вот этот холодный период, когда вегетация в прошлом году закончилась, и до сегодняшнего дня, в принципе, осадки были. По Одессе это 93 миллиметра. Более или менее нормально. Но в то же время недостаточно для того, чтобы весной хорошо сортовала вегетация. Поэтому может быть такое, что если влаги не будет, то может быть такое, что не будет наблюдаться плач винограда. Ну, если поизучать литературу, то такое явление было в 82-м году. В 82-м году ученые тогда отмечали, что сухое лето и отсутствие осадков до начала вегетации, оно приводило к тому, что после обрезки не было плача винограда. И это приводило к тому, что кусты некоторые гибли. Поэтому в этом году, если не будет естественной влаги, если у вас виноградник не орошаемый, то обратите на это внимание. И если есть возможность, то все-таки вот влагозарядковые поливы нужно сейчас проводить. Так, ну, уважаемые участники, я также хочу вам сказать, давайте будем проводить так наш вебинар в форме дискуссии. То есть по ходу, если у вас возникают вопросы, то вы можете писать в чате, и я постараюсь на них ответить. Так, а мы пока перейдем на следующий слайд. Здесь показано, что вот при оценке виноградников после перезимовки нужно обращать внимание на такие показатели, как эмбриональная плодоносность глазков. Уже сейчас можно проанализировать вот этот показатель, эмбриональную закладку. Уже сейчас можно сказать, какой урожай будет в этом сезоне. Ну, вы видите, с правой стороны показана такая табличка и цифры. И здесь показаны результаты, которые мы проанализировали до сих пор. К нам некоторые хозяйства обращались по разным сортам. И было сгруппировано вот так столовые сорта, технические сорта. Ну, хочу сказать, что вот прошлая вегетация, засушливые условия, недостаточно комфортные для винограда, они способствовали тому, что закладка урожая на этот год, она, ну, скажем так, ниже, чем в прошлом году. То есть соцветия неплохо заложились, они, как правило, недостаточно дифференцированы. Но, тем не менее, вот на столовых сортах уже сейчас в почках от 0,5 до 1,2 зачаточных соцветий уже есть. Ну, если говорить о продуктивных столовых сортах, о качестве, то все мы знаем, что одна грозь на два побега должна быть. Поэтому, даже если будет коэффициент эмбриональной плодоносности 0,5, это уже говорит о том, что урожай можно получить хороший и качественный. В то же время, есть некоторые сорта, особенно на орошаемых участках, там дифференциация соцветий проходила в нормальных условиях, поэтому довольно-таки высокая плодоносность. Значит, вот этот показатель эмбриональной плодоносности нужно учесть при установлении длины обрезки. То есть, на какую длину нужно резать? Значит, так, значит, у нас тут вопрос по поводу звука. Я прошу еще раз поставить плюсики. Так, ну, все вроде нормально. Ну, все нормально. Это видно у одного участника, не включены колонки. Так, ну, вернемся к нашему вопросу по эмбриональной плодоносности. Ну, хочу сказать, что она ниже, чем прошлые года, но она в нормальных таких интервалах, и в этом году можно будет получить достаточно в хорошем количестве виноград. То есть, потенциал закладки есть хороший. Ну, понятно, что в каждом конкретном случае должен проводиться этот анализ. Он не является таким стандартным, потому что растение, оно же реагирует в каждых конкретных условиях по-своему. Поэтому если есть возможность, микроскоп, то вы можете при поперечном разрезе наблюдать эту закладку. Очень важно, очень важно сейчас оценить степень повреждения глазков. Вот на рисунке в таблице, на рисунке и в таблице, которые расположены ниже на слайде, вы можете увидеть различную степень повреждения глазков. То есть, глазок может быть здоровым, это когда зеленые ткани, то есть, он нормальный. Может быть так, что посередине вот эта центральная почка, которая самая плодоносная, она, как правило, менее зимостойкая, она может быть повреждена, но это такое частичное повреждение, и за счет замещающих почек она может дать проросток, и может быть полная гибель глазков, это когда все почки центральные замещающие повреждены. Ну, если так обобщать наши результаты, наблюдения, то в этом году, как я и отмечал при характеристике климатических условий, значит, перезимовка довольно-таки хорошая, у нас до 40% есть повреждений на отдельных только участках и сортах, но это считается нормальным, нормальным, и гибель глазков от 5 до 10%, это тоже считается нормальным и приемлемым. То, что касается технических сортов, то ситуация здесь более радужная, и сохранность глазков она выше, чем у столовых сортов. Поэтому сейчас очень важно, прежде чем начинать обрезку, сейчас важно определить нагрузку, оптимальную нагрузку кустов глазками. Так, здесь вот вопрос по поводу календарных сроков в закладке эмбриональных соответствий. Значит, вопрос очень хороший, интересный. в отношении того, когда происходит закладка, значит, она началась еще в прошлом году, когда виноград цвел. Именно вот фаза цветения, она такая наиболее критическая для винограда, поэтому нужно стараться винограду, чтобы во время цветения винограда дать и влагу, и питательные элементы. вот вот эта фаза, она вот в эту фазу начинается закладка урожая уже на следующий год. А в отношении того периода, то вот в течение прошлого года закладывались соцветия на этот сезон, и еще может быть так, что в течение затяжной такой весны закладка, она может закладываться уже соцветия не будут, но они могут додифференцироваться. То есть бывают зачатки очень маленькие, недифференцированные. Это как правило из них получаются такие усики. Вы всегда наверняка наблюдали, что усики и гроздь это очень схожие по происхождению органы. так вот, дифференциация идет очень слабенько, то получается усик и допустим там 5-10 ягодок. Поэтому если будет весна теплая и затяжная, то вот эти усики они только могут додифференцироваться. То есть весенние условия это по данным литературы это 10% еще может быть до закладки урожая. Но самое основополагающее и решающее в урожае на этот год это условия прошлого года. Так в отношении в отношении нагрузки то можно пользоваться вот формулой которая тут на слайде представлена. Значит эта формула за основу в этой формуле взят принцип профессора Мержаньяна. здесь заложены показатели планового или потенциального урожая а также характеристики сорта. То есть и вот с правой стороны показан пример расчета нагрузки. Ну например у вас участок 3 гектара сорта Аркадия и вы планируете получить урожай 27,5 тонн. Значит у вас на участке 5500 кустов и масса грозди которую вы хотите получить это 350 грамм. Средняя масса грозди. Поэтому подставляете вот эти цифры в эту формулу и получаете 21 глусок на 1 куст. Это вам нужно оставить при обрезке чтобы получить вот такой урожай. очень важно учитывать вот эти нормы нагрузки потому что все мы знаем что нельзя допустим в качестве вот примера приведу подцепить плуг на автомобиль запорожец потому что он не потянет. Вот такой же принцип и у растения. То есть есть какой-то предел урожая продуктивности которые растение может вынести без последствий поэтому четко нужно понимать какой потенциал вы можете вытянуть с участка с куста. И когда вы вот рассчитали уровень нагрузки вы знаете что вам нужно там 21 25 там грузков оставить и после вот этих уровней нагрузки вы можете определиться с длиной обрезки плодовых стрелок и их числом которые нужно оставить. По длине значит в этом году мы здесь такой вот систематизацию сделали значит какие сорта нужно на какую длину подрезать. В таблице здесь показаны сорта именно сорта здесь не формы здесь именно сорта которые нашли широкое применение в практике и их длина обрезки. Ну короткую обрезку на 3-4 глазка мы рекомендуем на такие скажем так гибридные сорта как голубок как подарок могорача это по техническим как регент как пифос ритон ну и ряд других которые вы видите это короткая обрезка на 3-4 глазка плодовые стрелки. Дальше по столовым сортам ну опять такие же такие высоко плодоносные сорта как восторг подарок запорожью августин дальше ну более длинные обрезки требует сорта вот на 3-5 глазков это вот технических олиготефи тяпка загрей ароматный ну из столовых сортов это одесский сувенир днестровский розовый молдова ну дальше вы видите в таблице здесь разная длина обрезки и сорта ну самая длинная обрезка в этом году я считаю что нужно проводить где-то на 6-8 грузков чтобы не перегружать куст поэтому такие сорта классика столовой это Италия Карабурно Мечта ну из технарей это как правило это такие сорта как Аркоцители Савиньон Рислинги Троминнеры Мускаты Ирши то есть они требуют более длинной обрезки для того чтобы получить урожай так ну здесь вопрос у нас по Лидии Лидия это такой гибридный тоже сорт Лабруски и Венифера поэтому его желательно обрезать коротко вот так где-то на 3-4 грузка то есть он хорошо сохранился в принципе повреждений нету поэтому на 3-4 грузка я думаю будет нормально если вы обрежете ваш сорт Лидия так ну если все понятно по обрез по длине обрезки то перейдем на следующий слайд значит на этом слайде вы можете увидеть такую памятку обрезчику или памятку виноградарю как правильно проводить обрезку так у нас вопрос по поводу преображения сколько оставлять колосков ну да вопрос очень хороший да я вернусь на предыдущий слайд по поводу преображения ну надо начать с того что все-таки преображение это такая гибридная форма и ну скажем так ее мы особо не изучали чтобы сказать насколько гибридная гибридная такая примерная схема таких классических сортов а по поводу преображения если вас интересует конкретный ответ на этот вопрос вы можете обратиться к нам прислать лозу мы проанализируем и скажем какая закладка в нем и на какую длину нужно резать здесь как бы четко сказать нельзя потому что ну во-первых разные условия разные агротехника и по поводу это по поводу преображения так вернемся к следующему слайду это памятка обрезчику значит что нужно помнить и всегда знать обрезчику ну первое что обрезка относится к хирургическому приему то есть ну вы должны понимать что что такое хирургия это если нечаянно что-то так сказать отрезал уже потом не получится его вернуть также нужно помнить помнить что раны которые наносятся кусту они очень так довольно таки плохо заживают если рана будет в диаметре полтора два сантиметра то такие ранки на кустах очень редко заживают поэтому обрезчик должен помнить и знать чтобы поменьше наносить наносить ранки кусту меньших размеров ну ранка на кусту виноградном это это скажем так двери для различных патогенных организмов то есть на ранку могут попадать грибки бактерии ну и ряд других и которые могут приводить тому что куст заболеет и через некоторое время может умереть также хочу сказать что обрезчик должен проводить обрезку только острым секатором то есть качество инструмента оно тоже должно быть на уровне секатор не должен ломать лозу лозу он даже должен четко резать без расщелин без подтрескиваний то же самое касается и пилочки если идет омоложение части куста она должна быть в достаточной мере разведена и хорошо пилить но по оптимальным срокам самый оптимальный срок для обрезки винограда это конец февраля с этого собственно я начинал свой доклад значит сейчас уже возвратных температур низких по крайней мере не ожидается поэтому вероятность того что виноград пострадает от морозов она очень низкая поэтому вот сейчас как раз вот уже такой оптимальный период и обязательно заканчивать обрезку нужно до начала распускания клысков а желательно еще раньше когда начинается интенсивное сокодвижение значит это по завершению ну более поздняя такая обрезка вот когда началось сокодвижение до распускания глазков вот она я рекомендую обычно такую обрезку более северных районах там где есть вероятность весенних поздних возвратных заморозков чем позже обрезка происходит винограда тем затягивается период начало роста виноградных кустов поэтому если есть какая-то у вас такая проблема по заморозкам то желательно конечно обрезку оттянуть где-то вот на март начало апреля месяца значит также обрезку не нужно проводить когда есть мороз минус 6 минус 8 градусов тогда лоза очень такая хрустящая скажем так она очень легко ломается и растрескивается поэтому такой температуры наверняка уже не будет поэтому принципы это такое предостережение так значит с чего начать начинать с чего правильно начинать обрезку когда обрезчик подходит к виноградному кусту значит первое на что должен обращать внимание обрезчик это первое удалять все ненужное с многолетней древесины то есть это вот со штампов с рукавов или там подвойная поросль значит это в первую очередь все удаляется потом обрезчик смотрит на состояние лозы и принимает решение что выбрать для плодоношения какую лозу ну это все я потом покажу и очень важно помнить чтобы для плодоношения выбирать побеги ну как принято говорить в народе в диаметр или в толщину в карандаш то есть это от 7 до 12 миллиметров это самые такие оптимальные оптимальные побеги для того чтобы оставлять на плодоношение те которые толще 12 они как правило жировики они отличаются очень низкой плодоносностью глазков часто такие побеги подмерзают и не дают очень хорошего результата значит когда проводится обрезка нужно также помнить чтобы срезы были если это удаление побега то срез должен быть как говорят садоводы на кольцо то есть без оставления пенька если это укорачивание идет то здесь срез нужно делать над блузком с оставлением пенька такого где-то на 2-3 сантиметра над узлом побега желательно делать срезы на однолетних побегах над узлом в котором есть усик усик говорит о том что диафрагма в узле закрыта и это закрывает двери так скажем для проникновения болезни так ну это это то что касается памятки обрезчика это каждый обрезчик должен об этом помнить и следить вот эти правила выполнять желательно выполнять потому что они стандартные для всех так ну тут вопросы есть я постараюсь ответить какие способы обеззараживания секатора значит секатора секатор можно обеззараживать в обычно в таких фунгицидных смесях ну раньше это можно было замешивать медный купорос и таким образом обрабатывать но опять-таки же это предотвращает распространение возбудителей грибных болезней таких как аэско ну и ряд других а что касается бактериального рака то фунгицид на бактерию он особо влияние не оказывает поэтому здесь желательно использовать такой более крепкий антисептик из самых таких доступных это спирт раствор спирта понятно не стопроцентный 96 ну хотя бы процентов 40-50 это должен быть и тогда можно обеззараживать и в том числе и против бактериального рака то есть возбудитель бактериального рака это бактерия и только вот спирт может ее так сказать повредить и предотвратить дальнейшее распространение так здесь был вопрос по поводу закладки значит по факторам которые влияют на процесс значит ну тут вы правы тут доказывает влияние температура но самое большое влияние на закладку соцветия оказывает весенний период это такая затяжная весна то есть как бы биологический ноль превышен это 10 градусов тепла это биологический ноль для винограда и это старт всех там последующих физиологических процессов поэтому если будет затяжная весна то есть биологический ноль он будет преодолен но при этом дальнейший рост температуры не будет такой сильный сокодвижение будет проходить но распускание будет задерживать так вот если будет такие условия в течение месяца то дозакладка она может быть существенная но не больше чем на 10% во всяком случае так говорят данные литературных исследований и наши наблюдения так ну давайте продолжим по поводу обрезки значит здесь на слайде вы можете посмотреть принцип обрезки на плодовое звено значит обрезка на плодовое звено это наиболее такой рациональный способ обрезки его разработал французский ученый Гильо значит суть этого метода является то что оставляется короткий сучок на замещении это сучок 2-3 глазка и оставляется вверху всегда выше сучка оставляется плодовая стрелка на плодоношение значит что дает такой принцип ну вот на верхней фотографии вы видите как развиваются побеги на плодовых звеньях то есть на плодовом звене вот ну в данном случае 3 нормальных побега 1 слабенький и на сучке замещения 2 побега значит и в этом году это плодовая стрелка с побегами она удаляется полностью а из этих двух побегов на сучке замещения опять формируется такое же плодовое измено поэтому оно называется принцип замещения то есть он позволяет ежегодно вот такое такие манипуляции проводить и таким образом ранки наносятся через двухлетнюю древесину они довольно таки небольшие по сравнению с той же обрезкой на допустим плодовые плети да через трехлетнюю древесину поэтому обрезку на плодовое звено я как специалист и как практик ученый я рекомендую практически всем в наших условиях и не только в наших во всем мире это такой наиболее распространенный способ обрезки винограда значит так у нас Руслан задает вопрос когда лучше пересаживать куст трех-четырехлетний как обрезать его при этом ну здесь надо сказать другое что в таком возрасте в принципе пересадка еще допустима виноградных кустов 3-4 года при пересадке нужно постараться чтобы дать минимальную нагрузку глазками то есть по возможности по возможности оставлять меньше побегов и меньше почек это нужно делать в связи с тем что вы когда выкапываете куст вы часть корней удаляете поэтому если дать нагрузку то куст может не вытянуть нагрузку и он может со временем чахнуть поэтому желательно при пересадке кустов максимально его обрезать надземную часть чтобы он дал нормальные нормально развитые побеги так ну по этому вопросу так тут у нас еще вопрос по поводу от чего зависит плодоносность первых двух почек при короткой обрезке на сучок или стрелку как ее увеличить ну вопрос вы совершенно правильно задаете значит почему вот такой принцип используется один короткий сучок и одна длиннее плодовая плодовая стрелка значит когда идет короткая обрезка на сучки то я говорил что у нас закладка идет соцветий с фазы цветения это длина побегов это вот под 60 сантиметров так вот самые нижние глазки они как правило очень мало содержат соцветий поэтому поэтому при нагрузке желательно не учитывать эти глазки потому что они как правило по большей части они бесплодные а вот урожай можно получить с глазков которые находятся выше это как правило где-то четвертый пятый шестой ну и так вот до 10 до 10 глазка с 4 по 10 это вот самые плодоносные и самые продуктивные глазки то есть в этой зоне максимальная такая их продуктивность поэтому всегда нужно всегда нужно стараться чтобы для замещения оставлять короткие глазки а для плодоношения оставлять более длинные вот в этом принцип Гюйо который разработал такую обрезку так ну давайте пройдем дальше значит не всегда вот получается так что можно соблюдать принцип обрезки на плодовое звено как правило это на картинке хорошо получается вот на на кусту оно может несколько отличаться ну вот здесь показаны на рисунке наиболее частые варианты отклонений при обрезке на плодовое звено значит может быть так что на сучке замещения вот вариант один на слайде на сучке замещения только один побег развился а на плодовой стрелке развитие нормальное такое часто бывает в практике значит если такое случилось значит этот побег который развился на сучке мы опять режем на сучок а плодовую стрелку мы выбираем из побегов которые находятся на на плодовой на плодовой стрелке прошлого года и таким образом опять формируется плодовое звено дальше бывает так что вот вариант два значит на сучке замещения один нормальный побег а на плодовой стрелке побеги слабо развиты такое тоже бывает при закупорке сосудов и так далее значит в таком случае чтобы усилить силу роста куста побегов тогда эта стрелка прошлогодняя вырезается и оставляется только один сучок вот этот сучок он даст старт нормальному росту дальнейших побегов дальше бывает так что на сучке замещения вообще нет побегов они или не развились или они сломались такое тоже бывает это вот вариант три то в данном случае получается что мы удлиняем рожок а плодовое звено формируем из побегов которые на прошлогодней плодовой стрелке нижний побег режем на сучок а верхний на плодовую стрелку и таким образом мы удлиняем немного рожок ну и такое часто бывает что обрезали в прошлом году на сучок и стрелку на плодовое звено но развитие побегов очень такое слабенькое как на сучке так и на плодовой стрелке такое часто бывает когда когда проявляются болезни древесины ну та же эска или такое часто бывает когда очень много срезов есть на плодовых звеньях идет закупорка сосудов побеги очень слабо растут в этом случае как правило когда не хватает нагрузки основных основных побегов на кусте как правило просыпаются спящие почки значит на всей многолетней древесине есть спящие почки значит откуда они берутся эти спящие почки как правило это замещающие почки которые центральная почка проросла замещающие остались они переходят в такое спящее состояние в резервное состояние они есть всегда на многолетней древесине поэтому когда идет слабое развитие на этих основных элементах стрелки сучке то как правило это стимулирует развитие спящих почек то в этом случае полностью обрезается все плодовое звено прошлогоднее а из спящего из побега из спящей почки опять обрезается на новый сучок и таким образом в следующем году это плодовое звено будет восстановлено так давайте посмотрим ваши вопросы так Вадим у нас Войчак задает наиболее продуктивный четвертый и пятый и пятый и пятый и пятый поступает первым сейчас и потом вторым ну здесь вопрос если вернемся сначала то обратите внимание что сейчас уже в почках есть урожай есть соцветия и как правило в первой и второй почке этих соцветий очень мало или они слабо дифференцированы поэтому четвертый и пятый ну и так далее это наиболее плодоносные глазки поэтому и здесь также нету такой последовательности как поступление первый глазок во второй и в третий у винограда всегда в первую очередь идет поступление воды весной и элементов минерального питания в том числе и растворимые сахара они как правило попадают не в первый глазок они попадают в самый отдаленный глазок поэтому почему мы проводим каждый раз обрезку потому что по сути мы боремся с таким явлением как продольная полярная если мы будем длинно обрезать то всегда будет так что верхний глазок будет расти а все нижние останутся неразвитыми поэтому куст может сильно удлиняться это свойство оно еще из древних времен приобрелось виноградом значит ну и называется продольная полярность поэтому всегда нужно понимать всегда в первую очередь поступает вода и минеральные элементы питания в самые отдаленные почки не в первую а в самую последнюю так ну в принципе по обрезке мы основное основные моменты прошли да я прошу сейчас давайте вопросы я постараюсь на них вкратце ответить так так тут Владимир нам вопрос задавал по поводу полива виноградника значит по поводу поливов ну здесь доцветения это как правило полив он нужен для того чтобы сам период цветения прошел хорошо в этот период водопотребления виноградом очень минимальная то есть виноград во время цветения как правило меньше всего потребляет воды но при этом влажность почвы должна быть достаточно хорошей чтобы растение могло поглотить вместе с водой элементы минерального питания потому что когда нету влаги в почве вы же понимаете что растение поглощает элементы питания с помощью растворения их воде поэтому если нету воды то и не попадают элементы минерального питания поэтому для того чтобы урожай на будущий год заложился важно чтобы доцветения во время цветения была хорошая улажненность а в отношении урожая который вы хотите получить в этом году то нужно виноград хорошо поливать во время налива ягод именно тогда если вода есть то идет хороший налив ягод если ее нету фотосинтез не работает лист не работает ну собственно это приводит к тому что и урожая не будет так по поводу нагрузки на одесском черном значит ну здесь да если можно некоторые уточнения какая схема посадки какая формировка ну если это кордон и допустим посадка полтора метра между кустами то нагрузка на одесском черном для того чтобы получить оптимальный урожай ну максимальный урожай высокого качества то где-то мы рекомендуем не больше 30-35 глазков на куст это вот по одесскому черному при такой нагрузке вы получите максимальный урожай с очень хорошими качествами если нагрузки дать больше вы получите больше урожая но качество винограда будет меньше поэтому 30-35 глазков обрезка короткая на 3-5 глазков так здесь галина задает вопрос по поводу обрезки на горизонтальной шпалере высотой штамба в 2,5 метра ну здесь принцип обрезки он должен быть одинаков независимо от того какая формировка то есть если обрезка на плодовое звено то в принципе вы должны соблюдать эту обрезку независимо от того какая высота штамба даже если у вас на 2,5 метра то здесь как правило такие формировки они имеют на верхней части штамба имеют рожки и на этих рожках тоже можно проводить обрезку на плодовой звенок ну если вам нужно вы установили что вам допустим оставить нужно 25-30 глазков на куст то можно при недостаточном количестве рожков можно увеличивать длину обрезки но не больше чем на 10 глазков при такой длине обрезки как правило хорошо растут побеги и тут еще другой вопрос чем больше вы оставляете длину обрезки допустим на 10 глазков то 10 глазков если они прорастут в 10 побегов то или будет очень слабый рост или утолщится сильно вот двухлетняя древесина и когда на следующий год вы это обрежете то получится очень большая рана поэтому с точки зрения вот фитосанитарного состояния то лучше увеличивать количество плодовых звеньев чем длину обрезки по поводу вашего вопроса это конечно здесь более детальная нужна информация как какая формировка сколько плодовых звеньев ну и ряд других вопросов так по поводу вопрос вот есть по поводу котаровки да этот прием тоже относится к обрезке желательно начинать котаровку проводить весной весной где-то вот март апрель максимум месяц котаровку нужно начинать с раннего возраста на молодых виноградниках от 1 до 4 лет котаровку нужно проводить каждый год и удалять верхние верхние корни на плодоносящих виноградниках желательно котаровку проводить хотя бы один раз в два года ну по поводу начала плодоношения значит виноград вступает в плодоношение с третьего года но товарное плодоношение или полное плодоношение наступает на пятый год когда завершается процесс создания формировки но вступление в плодоношение это на третий год на третий год как правило это ну скажем так где-то четвертая часть от номинального урожая на четвертый год это уже половина урожая ну и на пятый год это уже полный урожай который может дать может дать вкус так вопрос по поводу котировки на орошении значит почему очень важно проводить этот процесс и даже бывает такое что если орошение на черноземе вода она очень трудно впитывается глубокие горизонты на черноземах поэтому это очень сильно стимулирует развитие верхних корней значит здесь почему важно им всегда стараться удалять верхние корни потому что как правило верхние корни и вообще корни у растений они не имеют периода покоя они всегда в той или иной мере продолжают вегетировать расти и они очень сильно повреждаются зимой то есть они могут выдержать до минус там смотря какой какой корень если это культурного сорта то допустим до минус 8 если это подвойный сорт дикий то минус до 11 градусов ну как правило у нас бывает и ниже температуры поэтому если у вас будет сильное развитие верхних корней особенно при капельном поливе то 100% с уверенностью в 100% можно сказать что в суровые зимы может быть подмерзание вот этих верхних корней и даже бывает иногда такое вот в практике мы наблюдали когда хозяйство не проводили каторовки и после зимней суровой зимы виноградник летом начал усыхать то есть вот где-то 50% кустов были очень слабыми у них был очень слабый прирост ну вот когда начали разбираться в чем же причина такого состояния вот мы обнаружили что верхние корни они практически высохли поэтому старайтесь по мере возможности прием этот проводить и особенно на капельном морожене ну да здесь конечно капитальное такое решение предлагается у нас отказаться от капли и не нужна каторовка ну все мы понимаем что на столовых сортах капля нужна и вот в последнее время в последнее время очень хорошие хорошие результаты показывает не надземная капля а именно внутрипочвенное решение то есть перед тем как садить виноград на глубину где-то 30-40 сантиметров укладывается капелька и вот этот способ рожения он очень хорошие результаты показывает особенно на черноземных почвах там где высокое содержание физической глины и водопоглощающая способность очень высокая другое дело это на песках когда капля падает она сразу проникает нижние горизонты на черноземах тут несколько другая ситуация поэтому каторовка обязательно нужна так ну по большей части я смотрю вопросы у нас закончились значит я благодарю вас за внимание я надеюсь что вебинар в какой-то мере помог вам определиться как правильно обрезать виноград как начать обрезку как ее провести правильно с тем чтобы получить максимальные результаты поэтому я благодарю вас за внимание и желаю вам желаю вам хорошего года с хорошим экономическим и технологическим результатом спасибо 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 спасибо